О полном прекращении огня в Донбассе на Пасху договорились сегодня участники контактной группы по Украине. Президент Порошенко пообещал в соцсетях, что украинские военные с 0 часов в субботы будут соблюдать перемирие, если так поступят и ополченцы. В Донецке, между тем, сегодня говорят, что по приказу Порошенко готовились убийства лидеров самопровозглашенных республик. Репортаж Евгения Лямина. В ДНР хотят привлечь к уголовной ответственности президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Уголовные дела также инициируются в отношении экс-премьер-министра Украины Арсения Юсенюка и главы Совета нацбезопасности Александра Турчинова. Их в ДНР обвиняют в развязывании войны в Донбассе. Когда Александр Захарченко сегодня появился перед телекамерами, конечно, одним из первых вопросов – детали задержания диверсионной группы в Донецке, которая планировала теракты. Первая информация появилась накануне вечером, но без подробностей. Поступила информация, что готовится покушение на первых лиц государства, в частности на меня. С первого же момента министр МГБ начал активно этим заниматься, ночью, с позавчера на вчера. В финальной стадии операции закончила. Было арестовано несколько человек. Изъято взрывное устройство. Эти ближайшие показания. Планировался подрыв, в частности, меня либо кортеджа, на Пасху. Кроме того, по данным Министерства госбезопасности ДНР, взрывчатку планировалось заложить не только на трассе, на пути исследования автомобиля Захарченко. Взрывное устройство должны были установить в стрелковом клубе «Артемида». Его периодически посещает глава республики. Как отмечается, профессионально собранную взрывчатку, замаскированную под обогреватель, привезли в Донецк 27 апреля. Изучение взрывного устройства показало, что оно содержало 3 килограмма 600 грамм тротила, а также 200 грамм пластита и детонатора. Сработать адская машина должна была дистанционно, по сигналу вмонтированного в нее сотового телефона. Министерством госбезопасности ДНР задержаны трое подозреваемых, двое местных жителей и приезжих. Был завербован сотрудниками СБУ в городе Артемовск в феврале 2015 года. По сей день выполнал задачи по сбору информации на территории ДНР. В апреле 2016 года получил задачу от сотрудников СБУ по ликвидации главы ДНР Захарченко. За этим человеком сотрудники спецслужбы самопровозглашенной республики следили с начала этого года, подозревая связи с СБУ. Для выполнения преступного замысла агент украинской спецслужбы привлек двух жителей Донецка, пообещав им в случае успешного устранения лидера ДНР 100 тысяч долларов США. Пособники должны были определить время и место теракта. Для этого они тщательно изучали все передвижения Александра Захарченко, а в марте выезжали из Донецка на подконтрольную Киеву территорию, как поясняют в МГБ за инструкциями. В Киеве представители СБУ информацию о задержании в Донецке группы своих агентов опровергли.